Всех приветствую дорогие друзья на моем канале Русси ФПС И перед началом данной видеоролика я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят каждый день Ребят, сегодня я продолжаю рубрику, которая называется Путь к мечте Где мы за сборную России вспоминаем, может быть так сказать ностальгируем чемпионат мира 2014 года Где мы проиграли Бельгии, сыграли вничью с Алжиром и с Кореей Как вы помните, первый и пока последний видеоролик я снимал около 2 месяцев назад и возвращаю данную рубрику Я не знаю, давайте Алжира ставим на потом, с Кореей мы сыграли 1-1 и сейчас будет самый сложный возможно матч в данной рубрике это Бельгия И еще я хочу, знаете как сделать, когда мы выйдем из группы, я надеюсь мы выйдем из группы То я буду играть матчи не только сборной России, но и тех сборных, которые вышли в 1-8 финал То есть например всякие, вот Италия, Испания, я помню там Испания победила Потом еще какие-то, вообще 1-8 допустим, вот Италия, Испания, да Вот, потом еще какие-то, и там будем делать таблицу, и на кого сборная России потом в 1-4 попадет И так далее, вот раз-раз-раз и сделаем, и это будет вообще круто, потому что никто такого не делал Потому что все в основном делают просто прохождение за сборную России И это конечно же круто, но это будет еще круче Ребят, поэтому обязательно ставьте лайки и давайте первый матч Я не знаю, конечно же, такие видеоролики будут длинными по сути, потому что Ну потому что они будут длинными Вот, кстати, составы, я уже не стыжусь этих составов, потому что эти составы, которые были 5 лет назад Именно вот как раз-таки, когда наша сборная попала в группу жизни и могла выходить со второго места Но она сыграла всего лишь в ничью с двумя сборными, вот, с Алжинами, с, так, с Республикой Кореи И в итоге она не вышла из группы Это, конечно, очень печально, но вот наш состав Давайте посмотрим, может тут какие-нибудь еще нет Тут ничего нету, схема 4-3-3 с опорниками И давайте посмотрим, кто у нас будет бьющим Бьющим, ну, самый лучший из бьющих, это Кокорин Левый угол Так, ну Там Широков вроде бы Да, пусть правый угол бьет Широков Штрафные удары, пусть бьет Пусть бьет тоже Широков Капитан у нас будет Пусть Кокорин И пенальти пусть бьет Широков Штрафные удары пусть бьет Тоже Широков Все Ребят, мы здесь все настроили И давайте Так, я, по-моему, мяч не выбрал Мяч я точно не выбрал Играем мы Да, вот, Бразука Но он не очень красиво смотрится Я не знаю Давайте будем играть Вот 6 минут это очень много Я понимаю, это очень много Но мы будем нарезать Поэтому у нас все будет Все очень круто Вот Поэтому, ребят, погнали Не будет обычной заставки Где я просто там музыку включаю Здесь просто у нас заставочка Гимна нашей страны Я не знаю, скипать нет Как бы время идет Давайте Запишем этот момент ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ Славься Овечество Наши свободные Дружбень народа Дает мне нахуй Ну все, ребят, сборная размялись Можно начинать играть И товарищеский матч поставлен Ну видите, товарищеский матч 90 минут Ну потому что здесь, к сожалению В данной FIFA Нету турнира Турнира Сейчас вспомню Турнира Чемпионат мира Я вообще не понимаю Тут есть турниры всех возможных лиг Ну которые Лицензированы И, к сожалению, нет Ну давайте Послушаем мое Комментаторское искусство Которое, к сожалению, пока нулевое Вот как раз таки Анюков смещается на фланг Но теряем мяч Ну все, хорошо Денисов Я вообще не понимаю Ребят Они просто стоят И все Просто стоят Ну вот, хороший финт И здесь пасек И все, ребят Вот я не знаю Поэтому я и не записываю В лайф режиме Потому что, ну это скучно А так просто как бы записал Ну Кокорин, Кокорин, давай И гол Штанга Еще один шанс нет Ребят Это уже бомба Это уже бомба У нас не прошло и 5 минут А уже Ну 10 А уже первый момент Ой-ой-ой Опасно Нам повезло Нам повезло Просто нас могли расстреливать Просто блестящий пас Так, ну и пришло Пришло время создавать Новый момент Вот Быстров там Стоит, скучает И вообще Вообще все спокойно Все, свобода Гол Лежать, Бельгия Просто лежать Быстров забивает Блестящий гол Бельгийцы Я вообще не понимаю Что вы там делали Шоколад свой кушает Что ли Ну посмотрите Просто вся Вся Защита Провалена Ну тут на Кокорина Смысл давать не было Вдруг бы еще Промахнулся Ну мало ли, да А так мы забили Мы ведем 1-0 на 15-й минуте Как короли этой жизни Перехват Кокорин Вот там Вот Быстров Быстров Давай, ты же быстрый Вроде бы, да Быстрый был Ну Не получилось Я хотел Ой-ой-ой И гол Ай Кстати, вот, ребят Если вы думаете Что мне так легко А вот ведь и звезда футбола Поэтому как бы Тут Вопрос излишний Вот еще раз Видите Нога поехала Не туда Угловой Анюков Финт 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 Ну блин Там уже пространство Было занято Глушаков Неплохо Широков Может на вес Кокорин Промахнулся Так, нужно забивать второй Нужно забивать второй Потому что Ну как бы 1-0 Это шаткий счет Это очень шаткий счет Самедов По флангу Кокорин Открывайся 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 Я тебе пас хочу дать Ну Кокорин Ты там плохо открылся Поэтому Такой пас Сорян Кокорин Топовая скорость До удара Так дело И не дойдет Или дойдет Ну вот он Движок деревянный FIFA Трансмобайл Не дает мне Не хватает Анимации Здесь Это очень плохо Пас и Кокорин Лежат на месте Просто 2-0 Просто 2-0 Лежат на месте Кокорин Beast Это учитывая Как я сыграл 2 месяца назад Со сборной Кореи И когда я ей Можно сказать Слил Ну потому что я Уже с 3-х Кстати Сценарий Абсолютно такой же Как и на чемпионате мира Вот Скорее когда играл Потому что я там Забил на первых минутах Это как Кокорин Забил Помню там головой Ну как бы я не был Свидетелем этих событий Но По видеороликам На ютубе смотрел Вот И потом В концовке Япошки нам Забили А И какие япошки Корейцы Но сборной Кореи Здесь нет Поэтому я играл Со сборной Японии Ну как бы Равносильно По факту Равносильно Блестящая передача Быстров Добеги Ну как Видите Не дорабатываем Быстров Не хочет бегать Или не может Тогда вон и состав Кокорин Кокорин Блестящий И перевес Полупокер Ну дубль Ладно Дубль Ну как бы Полупокер Дубль Там все дела Это просто Какой-то Взрыв мозга Ребят Как бы Пас И тут как бы Уже все Отыграно Потому что Там невозможно Забить Но для Кокорина нет ничего невозможного, ребят. Он на зоне такие вещи там творит, но на самом деле ему там не сладко. Но мы не будем об этом, у нас сейчас матч. Опа, Быстров. Ну Финт, ну я же делал Финт, ну как так, ё-моё. Санедов, может быть что-то получится, опять замыкать Кокорин бежит. Прострел, Кокорин, замыкай. Я не понимаю, что со сборной бил. Хэт-трик оформляет. Ну типа уже, ну как бы, уже не надо праздновать, уже 4-0, ну как бы. Вот ведь напишите в комментариях, что не звезда футбола. Ну мало ли, вдруг. Это, это, это стандартная атака, прострел. Это, это даже в обучении в этой игре сказано, типа прострел. Ну вот, стандартно всё. Хэт-трик оформляет. Может быть даже пента-трик получится, я не знаю. Ну не стоит загадывать, потому что всё непредсказуемо. Играть 6 минут намного увлекательнее, чем 4. Но из-за недостаточной памяти на телефоне, я делаю 4 в Карелии. А вот так, ну, есть возможность 6 минут сделать, я делаю. Это Глушуков? Глушуков, может быть финтюльку тут, оп, и вот так, оп. А, нет, это не Глушуков, это быстро было. Я уж удивился, как так Глушуков быстро бежит. Бежишь. О, Кокорин, Кокорин, давай. Давай, брат. Ну тут в реально что-то... Помещайся. И вот сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. Можно, можно слева. И добива... Нет, добивания не будет, к сожалению, прессингуем. Кокорин, опять бежит забивать, бежит забивать. Пушка, пушка страшная, 6-0. Кокорин забивает пентатрик. Ребят, Кокорин топ. Я не понимаю, зачем я ставил Дзюбу или Киржакова, если можно было поставить Кокорина и он. Ну там как бы реализм. Как бы Дзюба сейчас играет, поэтому реализм. Ну там Черешев еще вместо Самедова. А так, ну это просто, ребят, вынос может. Блестяще. 6-0 против Бельки. А, Ю Кокорин... Шестой гол. По-моему, так... Сэкста септима, значит, секста три. Это полный секс. Серьезно, ребят, 6 голов забили. Сэкста три. Вот, ребят, может быть, какие-то уже три матча прошло. Копа Америка, может быть, типа вроде бы прогнозов записать. Что-то типа прогнозов. Ну, как обычно. Пожалуйста, ребят, давайте, пишите. Может быть, футбольные челленджи продолжить снимать. А еще есть баскетбольные челленджи. Да! 8-0, ребят. Это какой-то... Ну, Самедов такой, типа. Ну, 8-0. Он просто там с аккоманником такой, да, про себя сделал. Да, но... Как бы это... Россия-Сан-Марина, но немножко не в ту сторону, ребят. Да. Я думал, здесь... Ну, здесь, конечно, Куртуа бесподобен. Но на добивании Самедов блестящ. Да. Катнул и все. Лежать на месте. Еще очень слишком много бич-клуба стало на нашем канале. Может быть, какую-то еще карьеру запилить. Я не знаю. Ну, потому что мне сейчас очень нечего снимать. FIFA Mobile я не знаю, что делать. Может, FIFA 16 Mobile. Если там еще серваки не закрыли. Посмотрим, ребят. Так, ну все. Или еще что-то там. Сборная России это просто... Космос, Стас, ты просто... Нет, Космос, Руслан. Ты просто Космос, Руслан. Все, ребят, мы выигрываем. Еще раз подумайте. Вот каждый, кто... Вот я не знаю. Я надеюсь, вы досмотрели этот видеоролик на конца. Вот каждый, ребят, поставьте Лукас. Вот реально, это не сложно. Кто не подписан, пожалуйста, поставьте лайки и нажмите на кнопочку подписаться. И вот сейчас YouTube хитрый жучара. Там вот, когда подписываешься, там колокольчик просто. Колокольчик с маленькими бубенчиками, так скажем. И колокольчик, вот как обычно колокольчик до обновления YouTube был. Вот ставьте, обычно я вам сейчас скрин покажу, если найду. Вот, скрин сделаю. Как это работает все. На какой именно колокольчик жать, чтобы каждый раз вам приходили уведомления. Вот. И все-таки подумайте, стоит ли мне дальше снимать футбольные челленджи. Пишите, потому что, как бы, ваше мнение я должен учитывать все равно. Вы же моя аудитория. Вот, ребят. И все. Подписывайтесь на канал еще раз. Ставьте лайки этому видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видеоролики, которые выходят каждый день. И всем пока. Россия, Бельгия 8.0. Кому скажешь, вообще не поверю. А, вы еще здесь. Все, ребят, всем пока. Десятые видеоролики из СРД 10.71. Все, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok